Я рад приветствовать лаборантов на канале Дамако, меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем свой опыт в игре под названием Lobotomy Corporation. Ну что ж дорогие друзья, как видите я начинаю с главного экрана, а это все потому что я сделал сброс игры. Да, я обнулил полностью игру, весь прогресс у нас был обнулен, и теперь мы начнем с самого начала. Я конечно долго думал, а стоит ли это дело сейчас, я постоянно оттягиваю этот момент, все просто потому что я достиг многого, мы прошли на приличное количество времени, и не хочется останавливаться, хочется чтобы нас остановила сама компания, сказала хватит, ты парень, ты дальше просто ни с чем не справишься, вот тебе сила, вот на тебе еще страшных аномалий, вот на тебе еще нападения или какие-нибудь страшные события, и ты не справишься с ними, вот смотри какой ты слабак. И тогда я бы сказал, все бросаем, сбрасываем, но нет, я побеждаю, прохожу дальше, развиваюсь, иду, 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 и мне сбрасывать все меньше и меньше хочется. Но я прекрасно понимаю, если я не сброшу сейчас, то это придется делать потом в самом конце, но мы пропустим все самое интересное в начале, блин, и... Короче, я решил, все, хватит. Теперь я сбросил игру, для тех, кто не знает, как это сделать, я вам сейчас продемонстрирую, я уже показывал это не раз, надо нажать на значок на эмблему лоботоми, вы нажимаете, и вам предлагают полностью откатить весь прогресс. Вы жмете да, и начинайте новую игру. Все, игра обновлена, и мы начинаем с самого первого дня. Ну что ж, дорогие друзья, приступим. Надеюсь, что эти дни будут у нас проходить быстрее. Как вы помните, нам дают сразу же первого черепушеча, он поглощает золо, что лежит на поверхности во время общения с ним. Это черепушеч, он наш дорогой друг, дорогой товарищ, зато мы теперь сможем почитать прекрасную компанию, а? Мы сможем полностью посмотреть сюжет. Приветствую. И вам здрасте. Я приветствую вас в корпорации лоботомия. Я Анжела, и... Смотрите, секретарь, и та, с кем вы можете поговорить. Хм, почему у неё глаза? Прекрати со мной разговаривать, как будто, знаете, типа я плебей. У меня такое чувство, что я плебей. Она такая, я такая возвышенная. Я даже не хочу на вас смотреть своими прекрасными глазами. Вы когда-нибудь видели ИИ с таким интересным именем? Да. Ну, как бы, да. Разные имена дают. Причём, кстати, красивые имена дают. Действительно, стараются всегда какое-то, знаете, такое прекрасное имя придумать. Типа, идеальное имя. Потому что это же идеал, это ИИ. Я была создана как одно из крыльев этого мира. Это означает, что я здесь лучше и... Ну, типа, главное, да? Ох, я знаю, о чём вы сейчас думаете. Как ей может быть так удивительно походить на человека? Может, кстати, она проецирует? Я потому что... Знаете, почему я подумал, что она проецирует? Потому что я видел один момент... Как бы... Ну, вы его не видели. Но я видел. Потому что я проходил один день. День 23-й или 24-й этот день был 24-й день, переходя на 25-й. И там был один интересный момент, из-за которого я начал думать, что, возможно, это проекция у меня в голове. Может быть. Опять же, может быть, но мы со временем об этом узнаем. Но ведь я могу существовать лишь в том месте, где вы сейчас находитесь. Я не могу идти туда, куда захочу. Я могу открыть дверь, чтобы принести вам кофе, используя систему. Но я не могу выйти из комплекса, чтобы насладиться солнцем или утренним ветром. Что самое интересное, а может ли она вообще-то ощущать? Если она и... Возможно, у нее нейроны, конечно, расположены на ее теле. И она может ощущать дуновение ветра. А может быть и нет. Кто его знает. Но как вы видите? Свет моих волос словно утреннее небо после дождя. Голос как у самого мудрого человека. А лицо с самым прекрасной улыбкой в мире. Это типа не с Джоконды, наверное, взяли. Знаете, типа, ну, такая слегка с ухмылочкой улыбка. Вот видите, типа так вот, да? Джоконда. Ха-ха, это была шутка. Не существует таких людей. Ну, ты типа ИИ, как бы, знаете, она намекает, да? Это была шутка. Не существует таких людей. Вы жалкие, ничтожные человечешки. А вот ИИ, о да. Такие ИИ по-любому существуют. Моя внешность была смоделирована, чтобы выглядеть наиболее привлекательно для наибольшего числа людей. Насколько это возможно? Если я для вас выгляжу привлекательной, значит, данная задача выполнена успешно. И я рад этому. Ну да, ты, милашечка, что тут скажешь. Правда, для реального мира, конечно, голова у тебя чуть-чуть больше, чем у других людей. Ну да, привлекашечка. Что ж, ИИ намного более эффективны, когда дело доходит до многозадачности. Я лучшая в данном аспекте. Я могу выполнить одновременно такое количество задач, которые не может выполнить даже большое количество людей. Угу. Что ж тогда вы людей нанимаете? Ё-моё. Наверняка многие потеряли из-за меня работу. Это должно быть печально. А, ну, раньше как была идея, да? То, что... Или нет, это... Нет-нет, всё правильно. Монстры вырабатывали энергии. Я просто раньше думал, что, может быть, раньше было как... Типа, когда самая первая-первая версия игры была. Что, мол, люди пугались, из-за этого вырабатывали. А потом вспомнил, что это в мультфильме было про корпорацию монстров. Совсем разные вещи. О, да. Достаточно представления. У вас остались какие-нибудь вопросы? О компании, об Анжеле, о компании. Мы, знаете, компания поинтересовалась, почему не об Анжеле. Она сейчас уже всё про себя рассказала, по-моему. Что она такая прям вдохновенно офигенная. Давайте о компании, что ли, спросим. Когда они её смоделировали? Неплохой вопрос. Разрешите мне пояснить. А я думал, эта музыка прекратилась, типа... Какой-то жёсткий момент настал, такой... Эээ, ты слишком много задаёшь вопросов, парнишка. И... Два выстрела мне в голову, один контрольный, и один так, для развлекухи. Разрешите мне пояснить. Миру всегда необходима энергия. Но конвертирующие технологии не могут угнаться за постоянно растущим уровнем потребления. Мы обнаружили аномалии. И нашли методы добычи энергии с их помощью. Мы держим в специальных камерах содержание и добываем с их помощью энергию. Двух зайцев одним выстрелом? Вот как мы стали одним из крыльев этого мира. Когда вы начнёте работать, у вас будет доступ к энциклопедии. Кстати, которую перевели. Уже перевели энциклопедию. Вот этот, как, буклет с полностью описанием всего-всего в игре. Теперь можно спокойно читать и узнавать что-то новое. Я думаю, и для людей, кто очень много играл в эту игру, для людей, кто мало играл, там много найдётся полезного. В связи с необходимостью правильного оперирования с аномалиями, вашей первостепенной задачей является сбор информации от них. В данный момент энциклопедия пуста. А, она по эту энциклопедию говорит. Про энциклопедию монстров. Извините, я не про эту энциклопедию подумал. Я подумал про буклет о том, что вообще происходит. Как работать, как использовать какие-то определённые элементы. Как тут вообще всё работает. Но она будет быстро пополняться. Не беспокойтесь, сотрудники будут собирать данные для вас. И, как мы быстро переместились, кстати. Просто, знаете, переместились. Пройдёмте ко мне в кабинет. И вы примкнули к компании в самый подходящий момент. Корборация Лоботомия ищет пути улучшения процессов добычи энергии. Посредством проб и ошибок. О да, знаем о вашей пробы и ошибке. Тела не успеваем отгружать только. Недавно мы обновили систему. Это означает, что вы сможете работать в более комфортной обстановке. В отличии от прошлых управляющих. Надо типа не намекают на то, что было обновление Да, и мол они вообще переработали всю игру Наверное на это намек Считайте это маленьким подарком от меня Мы можем это сделать Я только что хотел вам это сообщить Вы же еще не изучили понятие терпения, не так ли? Здесь есть еще и другие ИИ А, понятно, она про это Которые я хочу вам представить Тут есть другие ИИ, работающие в разных департаментах Если меня можно считать головным мозгом То они мужички Что означает, что я среди всех ИИ Являюсь тем, кому вы можете доверять полностью И положиться на меня Ну что-то как-то я сомневаюсь Знаем о вашей подлости Но сейчас прошу вас поприветствовать их Сзади кто-то подбегает к вам Аааа, привет! Управляющий, управляющий! Ааа! Ха-ха-ха-ха! Она такая, мне кажется, маленькая, энергичная Кстати, хотел сразу сказать Тут написано Малкух Вообще зовут ее Малькут Правильно Но почему-то переводчики посчитали Что они Типа несозвучно звучат их имена Некоторые, некоторые Они у некоторых Сафирот поменяли Название Малькух Я не знаю, что значит На то я знаю, что такое Малхут Это Мальхут Это царство В переводе Это означает царство Я не знаю, почему они поменяли Это на их личной совести Я буду называть их своими именами Мои извинения Я опоздала на минуту Да попожаловать в корпорацию Лоботвами! Ааа! А где шарики? Где взрывы? Вот эти всякие Там хлопушки На данный момент Мы не нуждаемся в твоих Выступлениях Мальхут Пожалуйста, будь пунктуальней Приготовь все к собранию Анжела сегодня Не в очень хорошем настроении Ха-ха-ха-ха Не дай бог Другие Цефиры Уже ждут встречи с вами Правильно будет Цефироты вообще А цефира Это Ну как бы Единичное число Цефира А цефироты Это множественное Ладно Но может не все Где же мои манеры? Меня зовут Мальхут Я управляю Компанией Контроля Очень много Ответственности В самом деле Я буду Стараться Изо всех сил Чтобы помочь вам Улучшить Эффективность комплекса Я уверен Что вы сейчас Сильно Нервничаете Ну вообще Так-то да Вы слишком Много заставляете Мне читать Потребуется время Чтобы тут Ко всему привыкнуть Ну не беспокойтесь Я помогу вам Знаете Я раньше была Проблемным сотрудником Ха-ха-ха-ха И она сейчас Управляющая Она раньше была Проблемным Теперь управляющей Однажды Я отключила Энергообеспечение Не подумав о том Что Некоторые За аномалии Сбегут Ну Может не раз Ха-ха-ха-ха-ха Нормально По мне погибла Куча народу Я уверен Ну Это было Очень давно И теперь у меня Все под контролем Так Я бы ей не доверил Свою жизнь Я дам вам Простое задание В первый день Вашей работы Удачи В дом В дом В дом В дом Я Этого больше Не вынесу Вы Наши Новый Управляющий А Это кто-то А сотрудник Это сотрудник Орет Я хочу Выбраться Отсюда Пожалуйста Я знаю Что Вы можете Меня уволить Умоляю Нет Нет Управляющий Нам нужны Новые Жертвы Почему Вы хотите Уйти Вам что Не нравится Работать В комплексе Контроля Мне нравится Моя работа Я этого больше Не вынесу Я за это С ума Здесь все Нормально Я считаю Что ты Идеально Подходишь Для этой работы Не хочу Быть здесь И не хочу Умирать Прошу прощения За это Недоразумение Это Мой Подчиненный Пожалуйста Позвольте Мне С этим Разобраться Пистолет Такая Передернула Позвольте Мне С этим Разобраться А без Проблем Оставите Там Мальхут И вмешаться Разбирайся Ты знаешь Тут все Я Отец Полностью Доверяю Нам Еще С тобой Вместе Работать Я вас Не разочарую Прошу Не беспокойтесь Такое Часто Случается Мне То Не знать Ё Моё Мне То Не знать Конечно Часто Да У нас Не факт Что Сегодня Такое Не Случится А Это у вас Первый Раз Обычно Анжела Или я Решаем Такого Рода Ситуации Это Просто Икота Ни о чем Беспокоиться Не Прошу Уже Пристрелите его Поскорее Ну или Заставьте Работать В конце До Концов Пополните Работу С аномалиями Три Раза Окей Мы так И Сделаем Ну Погнали Так Вы должны Распределять Команды Каждый День Но Это Короче Ладно Это Я читать Не буду Смысла В этом Нет Ну Что Ж Ребята Вот наш Первый День У нас Всего Два Очка И Больше Ничего Так Что же Нам Сделать Давайте Подумаем Сколько Стоит Прокачать Шпек Шпек Как раз Два Да Я могу В принципе Качнуться Сколько Мне Интересно За Выполнение Дня Я Вы Качнул Вы Персонажа Мне Все равно Его Качать Так Что Давайте Так И Сделаем И Отправим На Работу Вообще Лично Мое Мнение В каждом Комплексе В каждом Департаменте Больше Трех Работников На Первом Этапе Уж Трочно Держать Нет Смысла Потому Что У вас Будет Всего Три Рабочие Аномалии И Одна Одна У вас Будет Всего Лишь Инструменталка Ходить Можете Только К Трем И Качать Лучше Трех Сотрудников Но Это Лично Мое Мнение Я Буду Придерживаться Этому Плану Не знаю Как Вы Давайте Начнем День Погнали Немножко Поработаем Я Не знаю Даже Есть Смысл Но Мы Будем Кое Что Конечно Делать Мы Сразу Пойдем Работать На Известную Нам Уже Работу Погнали Ничего Мы Прибавлять Не можем Наверное Управлять Командой Тоже Не Можем Да Ничего Не Видим Очень Жалко Столько Прокачек Потеряно Обидно Конечно Начинать С самого Начала Не Очень Клево Постараемся Прокачаться По максимуму Насколько Позволит Нам Наша Возможность Потому Что Если К нам Прикрутся Гости Посмотрим Кто Придет Если Придут Например Роботы Но Это Рвань Будет Если Придут Например Фиолетовый Ну Пофиг Пускай Приходит Не Страшно Если Придут Например К нам Кто Там Еще Роботы Тараканы Вот Если Например Придет К нам Балалаишник Гармонист То есть Ну Это Норм Это Норм Я Как бы Не Против Гармонист Это Норм Давайте Сразу Изучим Окей Мож Не Уходить Даже Пошли Сразу Пахать Будем Сейчас Стараться Прокачиваться Я Раньше Так Не Делал Мы Сразу Заканчивали Только Мне Хватало Энергии Да Сейчас Мы Можем Просто Прокачать Нескольких Персонажей По Максималочке Сейчас Задолбим Нашего Вот Этого Прекрасную Как Тебя Зовут Кстати Гриффин Это Как Очень Похоже На Гриффита Тот Гриффит Был Это Гриффин Но Есть Такая Манга Есть Такой Мультипликационный Сериал Отличный Кстати Берсерк Не 2017 Года А то Сейчас Сразу Начнутся Вопросы А тебе Нравится 2017 Нет Мне Не Нравится 2017 Так Давайте Еще Сходим Мне Нравится Наши Самим Прогулки Жалко Что Я Не Могу Да Я Не Могу Могу Смотри Могу Наверное Или Не Могу Давайте Посмотрим Могу Не Могу Зайдет Если В комнату Значит Не Могу Могу Я Уже Могу Управлять Да Типа Иди Сюда Она Пойдет Да А Так Ты Вообще Сюда Не Уходи Дорогая Моя Мы Здесь Стоим И сразу Арбайтен Арбайтен Постахановский Пам 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 А я Че А Я Не Выбрал Стою Наплясываю Когда Не Постараемся Все сделать Максимально Клево Ну и опять же Я хочу еще сказать То что я буду стараться Брать те аномалии Которые мы с вами еще не видели Потому что мне интересно Самому изучить Те которых мы уже Как говорится Знаем Я трогать не буду Но посмотрим Опять же Все будет перед выбором Стоять Если какая-то будет аномалия Если будут кучи аномалий Которые мы уже брали Мы будем брать Конечно максимально Необходимую нам Например У которой Клевые предметы Или у которой Не клевые предметы Но ее проще содержать Вот например Кнопку я больше бы Никогда бы Своей жизни не взял Да она клевая Она помогала мне Сбрасывать дни Это конечно ее огромный плюс С ума я надеюсь Не сойду Но У нее есть огромный минус Она не позволяет Ничего вообще Мы не качаемся с ней Никаких То есть А это ведь очень важно На первоначальном этапе На второй комплекс Сразу пришла эта кнопка Это было реально Очень-очень важно Ну вот Мы профукали Этот момент Фрикадельку Я бы больше не взял Она нафиг не нужна Просто Тупо на ней качаться Бессмысленно Она вот точно Когда-нибудь Доприкончит Народ Хоть у нее и шмотка Была неплохая Ну Неплохая вещь Я бы не сказал бы Давайте может быть Или что Или еще походим Ну просто тут Меня продамажило Неплохо так 23 Наверное еще можно Давайте еще А че я не изучаю Это ты че не изучаешь А я че-то не изучаю Так-то было в принципе Бы хорошо изучать У меня эффективность Повысилась Бо больше очков Заработали Наверняка бы опыта Наверное Я кстати тут не знаю По какому принципу Работает прокачка Наших героев Может и наработать Как раз по принципу Удачных работ То есть мы провели Сколько удачных работ провели Такое там количество Опыта Относительно Того или иного Запертого Да Той или иной аномалии Мы получаем В принципе у нее Часто неплохо Давайте-ка мы сразу Еще тогда изучим Вот эту информацию Может получим Венок на голову На таком расслабоне Играешь Первые дни Мне кажется Первых наверное Дней Там я не знаю Сколько Сколько будет Дней первых Играться на расслабоне А потом начнется Просто нерва Нерва Одна сплошная Я наверное Так и буду продолжать Качаться Так что давайте Наверное Мы с вами увидимся Под конец моего дня И там дальше продолжим Посмотрим следующее Так ну что ж ребята Как видите у меня уже Десятый уровень Перегрева Перегрузки Уже Десятый И больше он не поднимается Это максимальный уровень И я вот Знаете Мне такая сейчас мысль Закралась в голову Ко мне во первых Никто не приходил И никто не придет Походу первый день Вообще никто не приходит Либо приходит Если только у вас Больше одного человека Возможно Опять же Я не знаю точно Но могу просто сказать То что Если бы я знал бы Что в первый день Вообще никто не приходит То может быть даже Я взял бы больше персонажей Чтобы их проточить Но это очень муторно Долго и скучно Так как у нас даже сейчас Ускорения времени нет Поэтому Не будем париться Давайте заканчивать Этот день И посмотрим Прокачалось ли вообще Хоть что-нибудь У меня Помимо Той же самой выдержки У нас с вами на S Так Это что у нас такое написано Выдержка С первого на третий уровень Да Качнулась Это У нас мудрость Со второго на третий уровень Качнулась Значит да Качается Естественно Ничего не качнулось У нас в плане Нашей справедливости Я сходил всего лишь Один цикл Получается Пять раз Я зашел Под на справедливость Но она прокачивала Значит качать можно Смело можно качать У меня получается Два третьих уровня Один второго уровня И один первого Ну прекрасно Первый у нас кандидат Уже прокачан Более-менее нормально Ну что Давайте смотреть Кого нам привели Кого нам привели Тут что на английском Давайте сначала посмотрим Что есть на русском Вообще Но проклятие продолжает существовать Оно лишь Повторяется Снова И снова Возможно это Ну наверное даже невозможно Это точно Это Красавица-чудовище Ее брать я точно не буду На нем качаться практически невозможно Потому что он качает По-моему Мы один раз брали Да он качал хорошо Нам только Справедливость И то только один раз Потом надо было идти За ним ухаживать Что-то еще делать Чтобы более-менее там Ну и то он На половину там Что-то прокачивал Статум Мне вообще не понравился Не понравилась эта аномалия Я брать ее не собираюсь Запись того дня Что мы никогда Не забудем А вот это кстати Опять же Наше радио Вы знаете Оно ведь хорошее А радио-то хорошее Оно отлично качает Справедливость Оно мне сейчас очень надо Так что я наверное Возьму его Вполне возможно Давайте посмотрим Что вот это за особь Все будет мирно Пока феи помогают вам Ну или тебе помогают Фишка в том Что походу здесь Когда они не помогают Все очень плохо Вот в этом все дело Но это совершенно новая аномалия Такую я даже не видел Я про такую даже не слышал Я видел как-то по-моему картинку Там какие-то голубенькие феи Сидели на цветочках Что-то в этом духе Что это за аномалия такая Я даже не знаю Может давайте ее возьмем По-моему это было бы круто Мне конечно очень хочется Зать радио Но потому что Мы по помощи него Хорошо прокачались Но ведь так интересно Посмотреть что это за новая аномалия Давайте глянем Тут даже без всяких Встречая страх Создаем будущее Ну да ну да Оправдывайтесь Оправдывайтесь Кошмарами Творящимися вокруг Вашей лаборатории Это девиз того Кого мы зовем А Создателя корпорации Лоботомия А Значит то есть это Эй наверное да Эй как там тебя Так Так меня называли Первые пять лет Эй Как там тебя Какая часть Девиза Вам нравится больше Встречая страх Создаем будущее Создаем будущее Конечно Как может Встречая страх Нравится вообще В принципе В вашей то лаборатории Будущее неизвестно Но не Предрешено Кто то мог Просто Следить за ним А кто то Повлиять На него С определенной целью Лоботомия Инновационная компания Технология Что мы Изобрели Прощу Извинить Прощу Извинить Наверное Печаточка да Прошу извинить Меня за недостаточное Количество эмоций Вообще Она вообще Не эмоциональная Она Неописуема Словами Она защищает Будущее Человечества Мы Меняем Будущее В прошлый раз Случилось Небольшое Недоразумение Это когда Человек Араб Спасите Выведите меня Пожалуйста Я ответственный За безопасность В вашем офисе Но я забыла Уделить внимание Комнате Для Совещаний Это больше Не повторится Человек Ответственный За это Попал Под сокращение Ну знаем Ваша сока Конечно Под сокращение Хорошая работа Вы же знаете Что означает Сокращение В этой компании Не так ли О да Я то знаю Какая то мафия Вам так не кажется Вы просто Закатали его В бетон Живым Причем Не только ноги А полностью А стоит ли это Она у меня спрашивает Вы понимаете Да типа Стоит ли это Понимать как нет Что ж Это моя оплошность Позвольте объяснить Вероятно Многие Факты О компании Шокируют вас Я уже ко всему привык Дорогуля Я в этом офисе Тогда Когда ты была Еще по росту Программой И только сейчас Ты приобрела Какую то форму Так что Не мне ли знать Не мне ли знать У нас есть Разнообразнейшие роли Словно хорошая Смазанная машина У всех есть Своя роль И каждый должен Выполнять ее Без малейших ошибок А теперь Представьте Что одна из шестеренок Выходит из строя Быстрее других Очевидно Что проблемная Шестеренка Начнет вредить Другой Присоединенной К ней шестеренке И так далее Но это естественно Было бы Мудрым решением Заменить такую шестеренку До того как она Приведет К остановке всей машины Ну или просто Починить ее можно Так потому что Ее надо смазать Починить Как бы Не выкидывать же ее Я вот на что намекаю Вот что называют Сокращением Отлично Вы сделали то О чем я вас просила Я знала Что могу на вас Положиться Но по правде говоря Я немного Переживала За вас Сначала Тут я могу Вообще так делать Да Ох Как прошел мой день Вполне нормально Только раз Расрабатывал Протокол Чрезвычайной ситуации А у меня Раз уже Двенадцать Пятнадцать Даже насрабатывал Ну да ладно Никто не пострадал Или умер Все выполнили Свою работу На отлично Хотя конечно Не вся команда Идеальна Кстати Вы не видели Кое-каких Созданий Что пострашнее Аномалии Это про каких Нет Иногда я ощущаю Их присутствие В коридоре Когда я одна Поначалу Это было Покалывающие Пятки Чувства Так ты А на что же Сафирот Какие покалывающие Пятки Вот чё Но теперь я точно Ощущаю их присутствие Когда я рядом С ними Они Их Их Я не знаю Я не боюсь их Я чувствую Что-то другое Что-то Что О О чем я болтаю Мне нужно больше данных Больше доказательств Но я чувствую Что-то Что Грязет меня изнутри Понемногу Мм Подробности Выполните Четыре работы С резотом Хорошо или выше Оу е Давайте мне награду уже А наградой Конечно же Будет у нас Ускорение времени Да Взаим А Взаимозамены Сотрудника В департаментах А мы что Не можем взаим А ну нам В принципе Сейчас пока Только один департамент Нам то смысл Мы в следующий раз Возьмем Правильно А сотрудники Для возврата А это короче Мы можем полностью Вернуть всех То есть сейчас Это сюда Перенесли Да Мы можем Всех вернуть Ну конечно Мы возьмем ускорение Тут даже без вопросов Ускорение времени Очень важно Так нам дали 3 очка Мы опять можем Нанять человека О Так она Зень Так это не страшно Это Стремная аномалия Я вам скажу Мы штуком Ничего с ней не заработаем Ну давайте Ладно Наймем человека И сразу же Оденем их Я накопил Очень много очков Я вам так скажу Когда качал Эту аномалию Я даже не знаю Ну давайте Поставим Наверное А то оружие Да я выбирал Наверное оружие Одно я уберу Белое Да Оставим красное Одно белое будет Ну в принципе И все Зейнушка Кстати можно Почитать Про историю Аномалии Но давайте это сделаем, наверное, чуть попозже Давайте начнем день Так, это какая-то бабочка Гигантская причем Но на Зейна она не должна быть супер-мега опасной Как вы думаете? Я вообще не знаю, мы с ней первый раз встречаемся Так, давайте У меня так как один товарищ У меня хорошо прокачанный Вот это, да, у нас третий уровень мудрости Тут у нас выдержка хорошая Давайте-ка сходим к этой бабочке И попробуем либо создать ей хорошие условия Либо пообщаться В принципе, я бы, наверное, пошел бы на мудрость поработал Да, ну то есть на понимание Точнее всего Ей А вот этой, конечно, мы пойдем качать Наш основной Погнали Давайте посмотрим, что будет происходить Так, она спокойная Но это, в принципе, неудивительно Конечно, она будет спокойная Это же... Так, красным уроном шлепает Красный урон И еще все лишь на единицу Но Зейн все атакует Очень слабо Тем более, что у себя сейчас броня есть Мы вообще, наверное, толком-то и не пострадаем Ну смотри-ка Вау, 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 вау Тихо, 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 тихо Тихо, смотрите, с нами теперь летают какие-то феи Три штуки Офигеть, они нас не убьют, а? А смотри-ка, я в департамент внутрь зашел И они исчезли Иди подбатрач Так, тут непонятно Ну вроде бы понравилось ей, да? Оно вроде как бы, ну то есть хорошо поработали А вроде как бы не совсем-то уж и хорошо Че, серьезно? А, это история Я хотел сказать, че, серьезно что ли? Вообще типа ей плевать Давайте-ка вот это поюзаем Обычно высоко-высоко на первых уровнях У нас уже третий Вот тут может быть глянуть Высокий уровень, отлично Я почему-то так и подумал Знаете почему? Потому что она бьет красным уроном Я подумал, что раз она бьет красным уроном Значит вполне возможно Она качает первый стат Это, кстати, хорошо Это, кстати, хорошо Посмотрим сейчас, как у нас пойдет с вами вообще После-после перенагрузки Да, вот этой перегрузки После нее Как у нас с вами появится приход гостей? Если они появятся вообще Да, ну это будет опасненько Если же они не появятся То мы с вами тоже будем доталово просто в мясо качать Пока нам не надоест Опять начинаешь Опять три бабочки Я что-то они меня беспокоят Они, если честно Вот врать не буду Ты иди сюда Так, давайте ускорим Семь очков Давайте Посмотрим, что здесь Написано И еще у нас одно очко осталось Да? Почитаем Что нам пишут Так, в первой записи написано То, что Когда уровень работы Выше среднего Выше среднего Да, когда уровень работы Выше среднего Тогда Вокруг сотрудника Рождаются Маленькие фии А что второе? Смотрите А второе Это вообще отличное Маленькие фии Будут постоянно восстанавливать Вам здоровье Сотруднику Вокруг которого они появлялись Вот, видимо Определенное время Пока мы, видимо, шарахаемся Ну, или не то, что шарахаемся Просто Определенное время Они восстанавливают Просто, наверное Когда мы до дела доходим Они уже Прекращают это делать Прекращают нас Преследовать Прекращают возле нас появляться Любовь будет у нас Смотрите Кого хэпа восстанавливаем Она нас дубасит Они нас восстанавливают Так мы вообще можем Отсюда не уходить Давайте-ка Мы, наверное Зададим сразу Вот этого работника Сюда А он вообще Отсюда уходить не будет Смысл тебе Отсюда уходить Если тебя здесь хилят Иди Она работает Все прекрасно Ну что-то как-то вот вроде должны Хорошо, хорошо, прям высоко, высоко А вот не совсем-то и высоко работаем Сейчас посмотрим, смотрите, хилит, 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 хилит Ага, прекрасно Так, давайте Почитаем, у нас 6 еще, да, очков Что в последнем Написано Так вот где коварство Зарылось, вы посмотрите Если работник будет отправлен на работу К другой аномалии В другой отдел получается В другую сдерживаемую камеру На другой тип работы То работник моментально умрет Он будет сожжен походу феями Так вот в чем фишка Короче, одного работника закрепили Он пашет и никуда не уходит От этих фей Иначе ему хана Это мясо какое-то Прямо плотнейшее Но зато можно качать Например, определили кого-то Кому надо прокачать хп И вы просто водите его Да и все И не паритесь Но это все равно довольно-таки жестко Блин Убить работника Я правда не очень понимаю Получается Тут написано На другой тип работы К другому Может быть можно водить к другому Но на такой же тип работы Хотя непонятно Можно на разный тип работы И сюда ходим Не, наверное все-таки Тогда нельзя ходить Никому вообще Другому левому ходить нельзя Но я и не собирался В принципе Мы собирались качать Вот чисто один стат На вот этих маленьких зубастых Проклятущихся зданиях И уже можно понять Что они проклятущие Ну погнали Опасненько Опасненько Ты посмотри Вот где она спрятала Свою козырную карту Маленькое пузатое чудовище Сколько у нас? Двенадцать Вот они Эти милашки Милашки Прокляташки Опасно Опасно Давайте еще здесь откроем Ого Какая-то палка феи Красный урон Кстати Смотрите Неплохо 08 08 1 2 Ну в принципе Тоже ничего так 08 08 Между прочим Это тоже ничего Это тоже ничего Палка тоже неплохая Есть у нас теперь На белую палку Есть теперь на красную палку И на все это Есть палка Это прекрасно Загнали наших Посмотрим Сейчас у нас будет Пока к нам еще Никто в гости не идет Это хорошо Берет Пока мы никому не нужны Ребята Ооо Просто шикарно На максимум Шлепнули Это десяточка Да? Сразу изучаем Никакого Эпоса мы не получим Она не сбегает Просто пожирает И все Ха-ха-ха Вот такая вот она Добрая Добрая и милая Аномалия Мы просто едим вас И ваших сотрудников Ну прекрасно В принципе Мы практически ее изучили Ну не то что практически Мы ее изучили полностью Давайте посмотрим Насколько большая у нее Она все на английском Ну ладно Тут присаждать конечно Перевода Можно почитать тогда Пока историю Черепушича например Того же самого Давайте читаем Про него И про его историю Попробуем разобраться Аномалия Олицетворяющая Конфликт Добра и зла Его Осуждающий взгляд Нервирует всех На него смотрящих Существо Выглядящее Как череп С короной Из шипов Насаженных На огромный крест Левитирует Примерно В двух метрах Над полом Несмотря На Отпугивающую Внешность Инциденты Связанные С проявлением Агрессии Против сотрудников Практически Не возникали Да Он молния Раньше бил Сейчас по-моему Вообще ничего не делает Такого Да Раньше он бил молнией Оно поглощающее Зло Что лежит на поверхности Во время общения С ним Сотрудники Посланные К объекту Должны Сесть Или встать Перед объектом И признаться О его Или ее грехах Но до сих пор Неизвестно Как оно питается Злом Мы разделили Все грехи Человеческие На три уровня Уровень первый Незначительная Ложь или действие Которое Не привлекло бы Внимание Такого О котором Можно было бы Поговорить В социальном Среде И посмеяться Над этим Ну то есть Знаете Когда незначительно Видимо там Ну так Солгал где-то Слегка Типа Ну так Сказал что Время не то Например Спросили А как хочет Сейчас А вы такой Посмотрели на часы А у вас там Например на часах Три часа А вы сказали Три с половиной Как бы обманули Потом посмеялись С друзьями Сказал что Обманул человека На полчаса А он опоздал И это уничтожило Просто его жизнь Ну а вы то не знали Ну вы как бы посмеялись Ладно Вот Так Уровень 2 Не сильно Серьезная ошибка О которой Вы Вы бы могли Рассказать Только Своим верным Друзьям Уровень 3 Великий грех Который Вы бы носили В себе На всю Оставшуюся жизнь И никому Они не рассказывали О нем Да Отредактировано Был послан Признаться В грехах Первого уровня А Отредактировано То есть это Скрытое имя Получается Человека Который признался Уровень Вырабатывания Энергии Повысился На 12% Отредактировано Был послан Признаться В грехах Второго уровня Уровень Выработки Энергии Повысился На 15% Ну в принципе Незначительно 15% 12 Там 15 Отредактировано Был послан Признаться В грехах Третьего уровня Через 1 минуту 48 секунд После входа сотрудника в камеру содержания Внутри появилась ослепительная вспышка Свет был настолько ярким, что было видно даже за пределами камеры содержания После этого в офисах департамента произошел сбой электроэнергии Отключение... Прожалжалось... А, тут опечатка просто продолжалась А тут прожалжалось, я что-то понять не могу В течение двух часов Отредактированно потерял память последних шести лет жизни О, так оно вообще начистость устерло После этого события все эксперименты были приостановлены Уровень повреждения рассудка у всех сотрудников департамента очень сильно понизился То есть наоборот, уровень повреждения сотрудников То есть всем стало хорошо от этого, да? Личности всех участвовавших в этом эксперименте были засекречены Из соображения этики Но этот инцидент не оставил нам выбора Кроме как просмотреть еще раз записи тех событий В камеры содержания В целях, чтобы понять, что привело к таким эффектам К этим спецэффектам Как прям будто Майкл Бэя посмотрел Так, ну ладно, давайте Отредактировано Это произошло во время Отредактировано примерно в 4 часа дня Блин, это вообще работает? Ладно А это, получается, это работник Он общается с Черепушичем, да, наверное Ладно Недалеко от моего дома В 20 минутах ходьбы была железная дорога Пара моих друзей и я решили пойти на костюмированную вечеринку Темой костюма были лесные животные Один друг решил надеть костюм оленя Это был грубо сделанный костюм Да его-то, если честно, и костюмом сложно было назвать Это была пара неуклюжих сделанных рогов И темный костюм с кусочками оленей кожи Тем не менее, я не знаю, как у него это получилось Но наш друг-олень пошел гулять в лес Ха-ха-ха, начало прекрасное Просто суперское начало Мы даже не сразу осознали, что он потерялся Наверное, уже как час назад Мы пошли искать его И, наконец, нашли среди деревьев Мы позвали его по имени И, не знаю, может, это была радость от того, что он нас увидел Или что-либо еще Но он начал на нас сбежать со всей прыти И после этого мы услышали их выстрелы Бам-бам-бам! Мы не знали, откуда стреляли Но как только я пришел в чувства Я увидел повсюду кровь Вплоть до моих ног После этого никто не наряжался в костюмах животных Вот такое вот веселье произошло, ребята Смотрите А я, знаете, что думал? Я сейчас думал, когда он начал бежать А не подумал, что их друг А это оказался олень И олень этот убил одного из их друзей Который пришел спасать другого друга Но оказывается, видите, совсем все хуже Бам-бам-бам! И хана! Журнал наблюдения Номер такой-то такой-то Конечно же, его глазницы были пусты Это же череп Но тут не подразумевается, что он не мог видеть Я ощущаю, как он пьялица на меня слушает Освобождение разума через признание Признание поможет облегчить психологическую ношу Это, видимо, одна запись из работников Да, одна запись работников Может быть, даже конкретно отредактированного работника А может быть, это вообще сам главный, грубо говоря Такую подметочку себе сделал Некоторое время спустя Мы исследовали другие инциденты Случившиеся в то время в родном городе сотрудника Чтобы лучше понять всю картину произошедшего Мы узнали, что мальчика звали Джастином Его застрелили охотники Когда он был одет в костюм оленя Во время охотничьего сезона Идеальный костюм он себе подобрал Во время охотничьего сезона Просто красавчик Молодец И пошел гулять в лес Он знал, что охотничий сезон Пошел гулять в лес в оленевом костюме Но он, по-моему, хотел, чтобы его убили В отличие от истории, рассказанной в признании На Джастином издевались другие дети И свидетели говорили, что дети кричали Беги, Джастин, беги! Как раз перед тем, как ружья стали стрелять После этого инцидента Все дети, связанные со смертью Джастина Поуезжали из города А охоту на оленей запретили Эээ, ты помните как? А черепушечка, он прям насквозь смотрит Он прям просканировал Он прям знал, что тот Что это грех Самый страшный грех Который вообще был Да, видимо, то есть Он, наверное, даже был инициатором Этот работник Типа он инициировал этот момент Типа Беги, Джастин, давай! Ха-ха! И он знал, что его папка Пошел на охоту Со своими друганами И взял с собой целый ящик пива И два литра водки Он знал в это время Что папаня там будет его тусить По-любому Я представляю эту картину Никогда не пейте на охоте, ребята Если вы будущий охотник Или вам нравится убийство невинных животных Которые не могут практически ничего сделать человеку То хотя бы бухать с собой не берите Сколько людей из этого пострадало Просто даже тупо Они своих товарищей добавят Пристреливают Это редкий случай Очень-очень-очень редкий Но такое бывает, реально Так, погнали работать Хватит разговаривать Ну что, я вообще думаю Кстати, давайте-ка мы Запаузируемся Погнали День закончим И перейдем к выбору следующего дня Посмотрим, что там будет происходить Потому что здесь смотреть-то особо нечего Мы тут уже все изучили Тут все изучили Осталось только день закончить Ну что ж, ребят В принципе, я уже устал Здесь выкачиваться Наверное, хватит нас этого Давайте завершим день Посмотрим, сколько мы прокачали У нас с первого по третий уровень Справедливости я накачал Вот на этой аномалии Кстати, на маленькой фее Хорошо качается справедливость Если у вас прокачано Более-менее нормально Видимо Ну не ХП, да А вот как она называется Стат, короче, на качество работы Я название его уже не помню Темперанс Да-да-да, темперанс Если у вас он выкачан То вы на троечку То нормально справляться будете С прокачкой Даже справедливость можно качать У этой вот феечки Я качал на ней справедливость А здесь, смотрите Я справедливость накачал Аж на четвертый уровень Четвертый Здесь третий Там четвертый Прям просто шикарно Четвертый уровень у меня А, это А, она как раз и накачала А, извините Это перепутал я Местами Они просто похожи Она у меня накачала Как раз на фейке До четвертого уровня Справедливость Это прокачала На черепушечи Справедливость До третьего уровня Плюс ко всему Третий уровень у нее Воздействие Типа, как он там называется Короче говоря, мы очень хорошо прокачались Погнали, следующий день Ну вот и подошла к концу Очередная серия по игре Lobotomy Corporation Надеюсь, вы рады, дорогие друзья Что мы начали с самого начала И теперь посмотрим все и полностью Если вам понравилось это видео То, конечно же, не забудьте поставить лайк Прокомментировать его, поделиться им с друзьями А также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте Ну и подписываться, конечно, не забывайте А также жмакать колокольчик Чтобы ничего не пропустить А с вами был Станислав Я всех вас крепко обнимаю Целую, люблю Увидимся в новых приключениях Всем пока